Ну что ж, ребятки, всем привет! Сегодня будет новое видео, в котором мы посмотрим очень интересный аккаунт Работяги. Надеюсь на вашу поддержку. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Это аккаунт Работяги на сумму 4 миллиарда. А также я напоминаю то, что передача аккаунта запрещена, за это вы получите блокировку аккаунта, поэтому подобным не занимайтесь. Ну а в начале игры вам, как обычно, поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, за вами получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Ну а я вам, ребятки, могу пожать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, вот я уже нахожусь на аккаунте нашего героя, если можно так сказать. Сегодня мы будем смотреть аккаунт Рудольфа Адигамова. Это пацанчик из моей ФМИ. Ну и вообще, я в принципе, наверное, записываю в основном про аккаунты моих знакомых, либо друзей, потому что больше никто мне почему-то на обзор аккаунта не пишет. Ну и если вдруг у вас есть какой-то пиздатый аккаунт, которым вы хотите поделиться, показать то, что у вас там классные скиллы, либо классные имущества, коллекции номеров, то можете писать мне как бы в соцсеть, там в эстаграм, либо в ВК. Все ссылочки есть в описании. Ну что ж, ребятки, давайте начнем по классике, а именно со скиллов. Это, я думаю, самое интересное в этом аккаунте, потому что это именно аккаунт работяги. То есть, здесь очень хорошие скиллы. Итак, смотрим, рудокоп 11 скилл, лесорубы 8 скилл, дайвер 3, но это еще давным-давно, когда дайверы были. Ферма у нас 18 скилл, это очень даже неплохо, кстати. Автобус у нас 8 скилл, разводчик товаров 13, дальнобойщик 102, таксист 23, механик 8, фрезеровщик 10, то есть максимальный. Уборщик улиц 16, угонщик 11. Бля, когда он успел вообще угонщика прокачать? Рыбак 58 скилл, донор спермы 96 и донор крови 26. То есть, ну реально, если так посмотреть, скиллы реально очень хорошие. То есть, ну рыбак по факту максимальный скилл, потому что, по-моему, максимальный скилл это 50 на рыбалке, у него 58. То есть, допустим, дальнобой 102, это тоже пиздато. Допустим, в ферме 18, это тоже жестко. То есть, ну, по скиллам у него много чего прокачано, я думаю, вы со мной согласитесь. То есть, реально, аккаунт такого работяги. И, кстати, по топу рыбалки он находится на пятом месте. Я считаю, это очень даже неплохо. То есть, пятое место по рыбалочке, это прям жестко. Это прям очень хорошо. Так, ну что ж, давайте пройдемся по сету, в принципе, что у него как бы есть. Я здесь вижу у нас рожки, они там стоят около трех миллионов. Какие-то фиолетовые очки, снич, он стоит, наверное, где-то лямов 15, я точно не знаю. И рюкзачок у нас получается новогодний. Рудольф у нас пацан простой, то есть, он бегает просто в скине рыжика. Ему как бы по кайфу, ему как бы все хорошо, ему нормально. Давайте посмотрим статистику. У него 77 уровень, у него даже прокачаны вот эта сила персонажа. Выносливость. У меня, блядь, это нихера не прокачано, у него, видите, прокачано, он молодец. Он, видите, ходит в спортзал, занимается, реально красавчик. Так, номер телефона 2001, это его год рождения, как я понимаю. Наличные 39 тысяч, ой, 39 тысяч, наличные 39 миллионов. Мне реально интересно посмотреть, что у него прокачано, потому что что-таки Рудольф вроде бы играет больше, чем я по времени. Получается, у него прокачан чистюля, удачливый, силач, скрытный, устойчивый, опытный механик, аккуратный водитель. Криминальный дипломат. Рыболов 1, рыболов 2, чистюля 2, силач 2, перфекционист у него прокачан, сеятель, госуслуги и золотые руки. В принципе, реально очень даже хорошо все у него там прокачано, но неплохо. То есть, я не знаю, возможно, у меня больше, кстати, улучшений. Возможно. Я не уверен, но, возможно, у меня больше улучшений, чем у него. У него само улучшение для работы, я так понял. Для рыбалки, для фермы, то есть, у него эти улучшения как бы есть. Так, по поводу домика. У него обычный домик в Батырево, то есть, недалеко от центрального рынка. Так, ну что ж, давайте посмотрим теперь его автомобиль. У него машин не особо много. Это, как бы, да, я думаю, вы понимаете то, что у него все деньги вложены в бизнес, который я вам чуть позже покажу. Какой у него бизнес? У него бизнес очень интересный. Я думаю, вам он понравится. Я вот не помню просто, я показывал его когда-то или нет, этот бизнес вообще, в принципе, на других аккаунтах. Потому что этот бизнес раньше был там у Коли, потом у Картошки, потом еще у кого-то. Ну, Картоха, типа, мы его так называем, Картошка, типа. Потому что он из Белоруссии. Ну, мы просто называем его Картошка. Хотя Коля тоже из Белоруссии, но мы его Картошкой не называем почему-то. Но вот именно к Рудольфу приелась картошка, картоха там. У него есть вот такая вот Audi RS4 или S4? RS4. Довольно-таки редкий, кстати, автомобиль. То есть, эта тачка была когда-то в ивенте, я не помню в каком. Давайте посмотрим ПТС, что находится в этом автомобиле. А здесь у нас, получается, третий чип есть. Ауди-системы нету, нитро, однотонный неон. Блин, я думал, она здесь фул зеленая будет. Но я думаю, в будущем он ее в любом случае соберет, потому что, я так понимаю, ему эта машина очень нравится. То есть, вот такая вот, ну реально, кстати, под неончик очень хорошо смотрится. Прям такая красная бестия. Давайте на ней, кстати, прокатимся, потому что я на ней, честно, даже толком и не ездил. И реально тачка прикольная, необычная. То есть, это, не знаете, не банально, там, допустим, какая-то M5, X5M, RS4, там, какая-то банальная, знаете. То есть, это реально тачка, которая довольно-таки редкая, которую не у всех увидишь. То есть, реально, которая выделяется. Так, давайте я хочу все-таки выехать, затестить максималку. Она, по-моему, едет там 270, а не, ни хера себе, 287. Не, ну, кстати, для такой машины это неплохо, потому что машинка все-таки в любом случае старенькая. Она не должна прям очень быстро ехать. Ну что ж, ребятки, следующий транспорт это Renault T. То есть, ну, как я и сказал, у него толком машины нету. Ну да, просто ФТ-шный Renault T для рыбалки, либо для дальной, я не знаю. И также у него есть катер с номерами именными. Я вам его показывать не буду, но, я думаю, вы сами понимаете, то, что, ну, просто катер, как бы. Скоростной катер с именными номерами. Не знаю, зачем он сюда их поставил, потому что их, как бы, не видно на лодке. Я немножко его логику не понимаю, но, возможно, он просто, знаете, их закинул сюда на хранение, так сказать. Ну что ж, ребятки, я, короче, приехал, получается, к его бизнесу. Я не знаю, догадались вы или нет, но кто на снимах сидит, то, в принципе, знал, какой у Картохи бизнес. Я думаю, многие про него знают, слышали про этого тюдика, про этого персонажа, короче. То есть, это, можно сказать, мой прямой конкурент, как бы. У меня есть то возле Ношана, а у него есть то возле, как бы, Останкина. Это мой прямой конкурент, можно сказать, потому что наши бизнесы находятся относительно, как бы, близко друг от друга. То есть, вот, название, в принципе, у нас все бизнесы так называются, если что, у нас вот такое вот название. Стоимость 30 миллионов, владелец Рудольф Адигамов, баланс 5 миллионов, прибыль за сегодня 3 миллиончика. Кстати, очень даже неплохо, потому что время, ну, как бы, 2 часа дня. Ну что ж, давайте посмотрим самое такое, знаете, интересное, самое просто прекрасное, а именно финансовая статистика за 30 дней. Как бы, вы видели финку мою, то есть, здесь финка ниже. Я думаю, вы сами понимаете, то, что здесь финка ниже, потому что, ну, и бизнес, как бы, дешевле. Поэтому давайте посмотрим, то есть, финночка здесь вот такая вот, как бы, 9 миллионов, 6 миллионов, 3, лям, 2, 3, 5, 5, 5. То есть, ну, в принципе, в принципе, неплохо, видите, десятка там бывает. То есть, да, финка здесь поменьше, чем у меня, но вы должны понимать то, что все равно это СТОшка, как бы, ну, Такой бизнес оценивается где-то, ну, в 4 миллиарда это минимум. Допустим, за Арзамас, за бизнес СТО Арзамаса, допустим, хотят там, ну, больше 5 миллиардов. Хотя я его продавал, как бы, дешевле. Хотя прошло всего лишь полгода. Я полгода назад купил себе СТО Нашана, и получается, полгода назад продал СТО в Арзамасе. За 3 миллиарда 500 миллионов я его продал, там плюс комиссия была, но неважно. Сейчас за тот бизнес хотят уже, там, 5-6 миллиардов. Тем более, в данный момент вы сейчас ничего не купите, вообще бизнесы не продают, никаким образом. Вообще не продают, понимаете? То есть, ну, ладно, если бы что-то там продавали бы, а так вообще ничего не продают, понимаете? Никакие бизнесы. Поэтому, ну, в любом случае, я бы на месте Рудольфа просто держал бы этот бизнес. В любом случае, он подорожает. Летом он уже будет дороже стоить, там. Через год он будет еще дороже стоить. Короче, просто держать, лутать финночку и в хуй не дуть, короче. Вот, что я предлагаю делать. Ну, что ж, ребятки, вот такое вот получилось, в принципе, видео. Надеюсь, то, что оно вам понравилось. Да, у Рудольфа нету толком никакого там имущества, потому что у него все деньги, которые он заработал, которые он зарабатывал, потел, тратил время. Они все вложены в бизнес, понимаете? По поводу скиллов, я считаю, скиллы у него очень хорошо прокачаны. То есть, ну, реально, намного лучше, чем у меня, допустим. У меня там только Дальнов качен. То есть, это реально аккаунт работяги, потому что он заработал свое имущество своим трудом. Просто с помощью того, то, что он работал, работал и еще раз работал. Это вам просто живой пример того, то, что можно подняться реально. Можно подняться, если очень сильно захотеть. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вся информация из в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.